А вот это и есть та самая фирменная ваша печать с кошачьей лапкой, да? Да, это лапочка, по которой нас узнают, и сразу ясно, что это кошачий продукт, так сказать. Кошачий продукт! Ну что ж, мы продолжаем знакомить вас с мастерами Содружества Истринских Мастеров. Сегодня в гости в мастерскую нас пригласил гончар Алексей Кот. Добрый день! Здравствуйте! Алексей, ну, первонаперво, фамилия. Это фамилия Кот или это такой творческий псевдоним? Вот нам так повезло в этой жизни, что выдумывать ничего не нужно, вот родился с такой фамилией. Замечательно! Алексей, ну а как началось вот это вот увлечение или это вообще профессия? Как вы к этому пришли? Да, это любимое дело, да. Да. Пришли... Дело в том, что в прошлом веке была такая история, я чуть не стал доктором, да, учился в мединституте, но по определенным обстоятельствам пришлось мне уйти с четвертого курса. И с того момента я занимался разными всевозможными делами. Так получилось, мы вот с женой любим бывать в Савино-Сторожевском монастыре. Там внизу есть ярмарка, бывают там и ремесла, там все бывает. И вот там мы первый раз увидели, это был тринадцатый год, увидели керамику, и я сказал жене, а жена у меня художник Юля, сказал я о том, что вот, да, я бы хотел этим заниматься. И все, и мы с этим человеком разговаривали, я взял визитку, он меня познакомил, он сам не стал меня учить, познакомил меня с моим учителем, это Александр Иванович Трудаков, который живет в Павловской Слободе. И он очень дотошно, очень внимательно отнесся к моей учебе. Вот, мы с ним работали 20 дней по 10-12 часов в день. Вот, и потом началась моя такая работа уже в одиночестве, так сказать. Я сидел, крутил, нарабатывал опыт, это очень непросто. Ну и в общем, да, Господь помогает. Начал я с посуды. Делаю посуду всевозможную, какую только люди хотят, я все могу, в принципе, все могу сделать. И флягу, и тарелку под плов, и там, кастрюли всевозможные. Это все то, с чего я начинал, то, к чему я пришел. А в данный момент мне уже больше нравится художественная керамика. Я люблю интерьерные формы, я люблю необычные вещи. Все, что мне приходит в голову, я стараюсь это воплощать и стараюсь быть непохожим на других. Пойдемте смотреть. Пойдемте. Вот такая интерьерная вещь, она украсит, мне кажется, любую комнату, любое помещение. Это тоже будет лампа такая красивая, воздушная такая. Ажурная такая вся. Музырьковая, да. Это еще не обжигалось. Это еще без обжига, да? Да, это просто высохло. Вот такие кувшинчики у нас будут красивые. На самом деле очень много техник, в которой выполняется керамика. Вот вы в какой работаете или в какой вам больше нравится работать? Такого нет, чтобы был какой-то приоритет в каком-то направлении. Если мне какая-то вещь понравилась, я увидел в интернете или мне пришло что-то в голову, я стараюсь это воплотить. Но вот как сделать кувшин, я более-менее себе представляю. А как сделать вот такую ажурную штучку? Каким образом вот эти дырочки все появляются? Это просто нужно немножко терпения. Ну или не немножко, просто терпения. Нужно просто ее выкрутить, сесть и потихонечку прорезать. То есть вот каждая дырочка, это отдельно вручную прорезается? Конечно, да. Удивительно. Да, терпения надо много. Да, несколько часов. В прошлом году, перед Новым годом, у нас пошла серия снеговиков. Это Юля делает. Это супруга ваша, да? Да, она художник. Можно сказать, уже художник-керамист. И вот такие снеговики у нас пользуются большим спросом. Они чудесные. Да, скоро Новый год, снеговики очень актуальны. Да. На самом деле они очень милые такие. Вот здесь, смотрите, какие чудесные гранаты. Он такой тяжеленький. Кстати, между прочим, это как вазочка тоже может использоваться. Да, да, да. Очень красиво. Да. А вот это покрыто, это глазурь сверху, да? Это вот как раз, да. Вот те глазури, которые у нас стоят. А вот и котики, кстати. Ну тут, по-моему, самый главный кот. Главный в этой мастерской, да? Откуда у вас такой? Это супруга вас нарисовала? Вы знаете, да, к нам пришла пара просто позаниматься с глиной. Мы очень хорошо, душевно пообщались. И на следующий их приход в студию он, его зовут Андрей, фамилия у него Елисеев, принес шарж. Он его нарисовал. Он, оказывается, художник Андрей Елисеев. И подарил нам вот такую картину. На самом деле котиков в мастерской здесь очень много. Ну мы же пришли сюда не за котиками. Давайте-ка мы попробуем сами что-нибудь сваять. Ну или хотя бы посмотреть, как это делается в руках мастера. Это глина, она приехала из Турции. Сейчас мы из этого комка будем пытаться сделать нечто. Это нечто, просто нечто. Вот это, я так понимаю, современный гончарный круг. Да, губка. Мы смачиваем водой руки и глину, чтобы руки скользили. Вот, и начинаем его немножко центровать. То есть это вы как бы придавливаете его или что? Да, его надо придавить сначала к кругу, чтобы он по кругу не болтался. Не болтался. Мало кто знает почему-то, но для того, чтобы глина сформировалась в земле и вот пришла вот к такому состоянию, к таким характеристикам, нужно, чтобы прошло минимум 4 тысячи лет. Раньше, в средние века, в нашем народе было за счастье поздороваться с гончаром, у которого руки в глине. Считалось, что у тебя дальше будет счастье в жизни. Видите, она уже пытается крутиться на одном месте. Мы ее уговариваем. Многие спрашивают, за сколько можно сделать, допустим, из такого комка вазу. Я говорю, за 10 лет. Как это? Дело в том, что когда ты нарабатываешь навык и сможешь поднять вазочку там за 15 минут, это стоит 10 лет работы. Я смотрю, волшебство начинается. Да, мэтик. Вы, когда садитесь уже работать за круг, вы уже знаете, что вы будете делать? Или вот мы сели, положили руки, и вот тут-то фантазия и пошла? Да, вы знаете, все по-разному. Если это нужно человеку, который что-то заказал, это одно. А когда есть, пришла муза, и ты ее чувствуешь, и хочется что-то, тогда просто смотришь в зеркало. А, я думаю, для чего здесь зеркало? Зеркало, оно позволяет не отходить и не смотреть на форму сбоку. Зеркало под углом. Я, честно говоря, уже давно не смотрю сюда. Зеркало, да? Вот донышко делаем, чтобы оно было ровненькое сразу, потому что потом не достанем. Все пальчиками. То есть вы как чувствуете ее, да? Конечно. Это, как говорил мой учитель, с ней нужно, как с женщиной. Очень нежно чувствовать, да. Обязательно. Без этого ничего не получится. Как она не падает? Я ее уговариваю мысленно. Ну, а как вы познакомились с содружеством истринских мастеров? Это, опять же, вот пути Господни неисповедимы. У меня был старший товарищ, очень хороший резчик по дереву. И он мне говорит, а ты знаешь, что у вас в Истре есть содружество мастеров Ирина Поповцева? Ирина Поповцева – это, как он сказал, наша мамка мастеров местная. Она сама отработала в Фидоскино. Она пишет миниатюры хорошие, красивые, художественные. Ну, а что дает-то вот это вот участие в этом содружестве? Зачем оно нужно вам, городу? Как вы считаете? Я думаю, что пришло время как раз принести людям нашу исконную культуру. Наконец-то освободить детей от гаджетов и приучить людей к нормальному творчеству русскому. Сейчас наступили как раз такие времена, когда нам в центре города дали место, где мы можем выставить свои работы, где люди могут прикоснуться к нашему творчеству. Когда это ручная работа, сделанная руками, ты в каждой работе оставляешь кусочек души. Вот я сажусь за круг, я читаю очень наш. Я считаю, я уверен, что моя посуда еще, кроме всего, еще и лечит. Коты лечат. Что бы в ней не готовили в этой посуде, она будет лечить, потому что кусочек твоей души присутствует именно вот в этой посуде. Я боюсь, конечно, нарушить вашу красоту, но мне очень хочется вот это вот ощущение попробовать ощутить. Ну что, я рискну. Не знаю, правда, чем это обернется для изделия. Так, что мне надо делать? Ну что я могу сказать? До мастера мне, конечно, очень далеко, примерно как до луны пешком, но по ощущениям она очень мягкая, глина, очень нежная. И это ощущение хочется повторить. То есть хочется вот прям приложить руки и просто подержать. Совместными усилиями придали форму у глини. Что дальше? Мне хочется еще кое-что сделать. И потом в сушку? Да, она будет сохнуть 4-5 дней, затем обжиг. После обжига можно раскрасить, но внутрь обязательно нужна глазурь, чтобы можно было наливать воду. Заливаем туда глазурь и ставим опять в обжиг второй раз. Глазурь расплавляется, превращается в стекло, и она готова. Так, а это вот как раз печка, и там что-то, кажется, уже дошло до нужной кондиции, да? Угу. Так, вот очередной снеговичок. Оно не горячее там? А, ну теплое, теплое такое, да? Печка, да, конечно, потому что здесь больше 1000 градусов, естественно, она остывает. А, то есть оно остывает, а потом достаете, да? Вот такая миска, да. Можно? Да. О, да, прям тепленькая-тепленькая. Вот это она полностью руками сделала. И уже полностью готова? Да. Или еще будете что-то? Нет, все уже готово. Все, доработанное. Последний этап был глазурь, надо было обжечь, и все, уже готово. Я смотрю, у вас здесь есть вот посуда с удивительной вот такой точечной росписью. Вот что это такое, кто это делает? Вообще это такое восточная Индия, вот Индонезия, вот у них такая роспись. А мы ее применили в керамике. Вы расписываете, Юля? Да. Давайте посмотрим. Во-первых, что это за предмет такой интересный? Блинница. Точно, я всегда думаю, чем бы прикрыть блины? Да. Ну, здесь можно не только блины прикрыть, можно и сырнички, и оладушки. Даже мясо. Даже мясо можно, да, или там котлеты наделали. Закрыли крышечкой, и до прихода гостей все это сохраняется в теплом виде. Теплое, да, сохраняется? Да, блин очень хорошо держит тепло. Роспись наносится уже на обожженное изделие, то есть сначала обжигается, потом наносится роспись. Я долго к ней приходила, потому что это такой трудоемкий процесс, и немножко было непонятно, как это делать. И сейчас это, конечно, уже такое больше удовольствие, чем какой-то мыслительный процесс или какие-то ошибки. Сейчас это просто уже работа в удовольствие. А вот я смотрю, у вас вот такие вот коричневые есть предметы. Почему они такие коричневые? Это другая глина или это какое-то покрытие специальное? Это молоко. Да, молочный обжиг. Так, это давняя история наших гончаров. Раньше не было ни глазури, ничего. И вот для того, чтобы сохранить гидрофобные свойства керамики, да, для того, чтобы она не пропускала в воду, держала, допустим, тоже молоко, да, не потела керамика открытая, то после обжига ее прямо окунали в молоко. Молоко впитывалось в поры, в микропоры и обжигалось. То есть оно вот сгоревшее молоко в микропорах керамики. Она придает гидрофобные свойства и натирается еще специальным составом, гонозисом, на основе пчелиного воска, с пасеки. То есть как с гуся вода, если вот воду лить, то вот таким образом защищали керамику раньше. Мы являемся маленькой частичкой нашего истринского содружества мастеров. Наше содружество набирает обороты. Вот сейчас нас стали слышать, видеть, приглашают на различные мероприятия. Чем мы выгодно отличаемся от мастеров, которые одиночки, да, тем, что у нас разнообразие работ, у нас диапазон очень большой нашей культуры. И когда мы выставляемся на ярмарках, то люди удивляются вообще, насколько может быть разнообразна ручная работа, в принципе. В одном всего лишь городском округе вот столько разных разноплановых мастеров у нас, да? Да. Что бы вы посоветовали тем, кто, может быть, всегда мечтал что-то научиться делать руками, но никак не решается? Очень многие люди занимаются нелюбимым делом ради того, чтобы содержать семью, там, учить детей и так далее. А прислушаться к себе, да, понять примерно, что ты представляешь, что ты хочешь от этой жизни, некогда людям, в принципе. И я считаю, что мы люди счастливые, потому что мы занимаемся любимым делом. И если человека действительно тянет в эту сторону, обязательно надо реализовать возможность. Возможно, это изменит всю вашу жизнь. И вы будете заниматься любимым делом. Проживете долго и счастливо, без нервов и в любви к делу и к окружающим. У нас есть подруга, у которой есть швейный цех. И вот она нам вот такого кота джинсового подарила. Не то, чтобы мы их собираем, люди сами узнают, что здесь такое пространство кошачье и приносят нам всевозможных котов. Вот тут вот я смотрю, тоже прикорнул у теплой батарейки один котейка. Да, здесь написано Леха. Котейка Леха. Как мы помним, хозяин мастерской Алексей Кот. Ну вот такое вот воплощение образов. А вот это у меня в руках такая вот посудина. Называется она тажин. Но я, собственно, не о названии. Я, собственно, вообще о длинной керамической посуде. Это удивительно, насколько она теплая, что ли. Не в смысле, что вот вместо батареи. А держать в руках ее очень приятно, когда ты держишь посуду, изготовленную мастером вручную, и чувствуешь и тепло его рук, и тепло его души. Елена Аешина, Иван Масалев, из мастерской.